Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и расскажите ваши личные впечатления о проекте Межнация Инициатива. Как вы почувствовали, нужны ли такие проекты, что в них важного? Здравствуйте, уважаемые друзья, я Мария Чередилина, генеральный директор автономной некоммерческой организации Центр поддержки наставничества «Мое будущее». Для нас само по себе наставничество – это уже социально-педагогическая технология, которая помогает человеку, с одной стороны, освоить некую культуру, будь она профессиональная или в широком смысле социальная, с другой стороны, услышать собственные потребности и выстроить в ней свой маршрут. И вот именно с этой позиции, с ценности, да, вот этого индивидуального маршрута в культурном контексте я и рассматриваю то событие, на котором имела возможность сегодня присутствовать. Я очень благодарна организаторам, что здесь как раз благодаря тому, что были представлены участники из разных как бы сфер ответственности, да, и общественной организации, государственные органы власти и какие-то индивидуалы, которые этим занимаются, вот мы смогли выстроить такой дискурс, где как раз эта проблема столкновения культуры, твоей истории, твоего мифа, да, в котором ты родился, и твоего личного выбора, вот этот конфликт, он достаточно ярко был представлен, и даже выявилась позиция, которая говорит о том, что иногда люди избегают этого конфликта и предпочитают вообще не знать, какой национальность их собеседник или их студент, как бы не давая возможности, как мне кажется, развернуться вот этому диалогу, конфликта всегда можно перейти к диалогу, в понимании Бахтина, да, как столкновение разных позиций, разных ментальностей, разных рассуждений, и выстроить, ну, все-таки, некое решение для конкретного человека, для сообщества, для образовательной организации, которая будет продуктивным, которая позволит нам оставаться не разобщенными, а оставаясь индивидуальными, при этом быть вместе. Спасибо. Вот вы видели проекты, возможно, какой-то из них вам показался интересным, и у каких-то из этих проектов вы видите будущее. Ну, вот сегодня защита проектов еще не состоялась, поэтому я как бы немножко опережаю эту ситуацию, и не хотела бы в пользу какого-то проекта давать, так сказать, позицию, озвучивать позицию. Мне кажется, что они интересны, эти проекты, интересны как раз своей методологией, то есть попыткой выстроить сетевые взаимодействия, услышать разные голоса, разные позиции относительно ситуации в сфере междунациональных отношений. И важно, что акценты здесь могут быть сделаны различные. На том, чтобы помочь человеку сделать свой выбор, на том, чтобы освоить национальную культуру, на том, чтобы выстроить коммуникацию между разными культурами. И вот еще вопрос. Мы вот как молодежная ассамблея народов России попытались собрать молодежь разных вузов Москвы. Вот считаете ли вы этот проект инновационным? Я думаю, что действительно для вузов Москвы это во многом новая история, инновационная история. И очень важно, что она продвигается именно молодыми людьми, среди которых могут быть и студенты, и, кстати, и преподаватели, потому что сегодня порог молодежного возраста значительно повышен. И я желаю вам успехов и того, чтобы вы не остановились вот сейчас на той небольшой ступеньке, на которую вы поднялись, а продолжили свое движение и достигли устойчивого результата. Спасибо. Спасибо.